Финансирование госпрограмм на 2022 год увеличено на 11%. В цифрах прирост составит 7 миллиардов, а общая сумма 76. Это 97% всех расходов областного бюджета. В фокусе оказалась соцподдержка, сфера здравоохранения и образования. В целом же планируется освоить 20 государственных программ. Каждая сформирована с учетом приоритетов, расставленных президентом страны Владимиром Путиным. Что же будет источником этих расходов? Конечно, это будут собственные доходы, которые тоже растут. И мы видим на сегодня определенные элементы восстановления экономики. Поэтому рост общих собственных доходов по отношению к прошлому году состоит практически 12%. Большинство госпрограмм спланированы с учетом финансирования национальных проектов. На них выделено почти 13 миллиардов, 7 из которых – федеральные средства. Сейчас в области действуют 11 нацпроектов. С их помощью за последние два года удалось отремонтировать 270 километров дорог областного центра, повысить производительность труда на 5%, открыть дополнительные точки роста для молодежи. В основном эти деньги идут именно на развитие. Да, там существенная часть есть на социальную поддержку в рамках нацпроекта «Демография». Но в целом это именно развитие. Это новые школы, это детские сады, это благоустройство, ну и ряд других задач. На здравоохранение в общей сложности выделено 12,5 миллиардов рублей, два из которых – федеральные средства. В первую очередь деньги направят на закупку нового оборудования, ремонт поликлиник. Будет продолжено строительство детской инфекционной больницы на верхней террасе. По плану учреждение начнет работу в 2023 году. Также в эти деньги входят лекарственные обеспечения наших пациентов и стимулирующие выплаты в рамках программы «Земский врач», «Земский фельдшер» ну и, соответственно, приобретение квартир для медицинских работников. В ближайшее время проект бюджета будет рассмотрен в законодательном собрании. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.